Ну и поэтому мы можем противопоставить только другой уровень организации и мы не можем просто выиграть войну с низким уровнем организации. Это вот как Гена Друзенко мне сказал, что на сегодняшний момент у нас ведет борьбу большая советская армия с низкой мотивацией, с маленькой советской армией, но с высокой мотивацией. И соответственно, пока у нас не исчезнет советская армия, на ее месте не появится более организованная украинская современного типа организации, то у нас будет очень много проблем. Но с другой стороны, мы видим, что потихоньку ситуация меняется. У нас десятки тысяч, сотни тысяч людей проходят это военное обучение. Да, у нас очень большая мобилизация. Есть проблемы, конечно, вчера тоже я объясню, что они неправильно поступают. Вчера знакомая написала пост, что они с сыном вышли из метро, сыну 14 лет, а им вручили повестку прямо на выходе из метро. Ну, ребята, так не можно працювать. Я наголошую, что вот есть ДФТГ, блокпасти и так далее. Там сидят ребята, которые уже вдягнули военную форму, у них уже есть какие-то ар-винтовки. Мобилизовуйте их. Они уже даже показали какую-то мотивацию воювать. Но стоят и просто ловить людей. Ну от кого волновать, ну от може, выlife хирург, да, вы ему что повестку98 туда там йдё на фронт. Ну, то есть, ну то есть, ну то есть, есть, тих, кого набирают, да, то есть, ответ на то это вопрос войны. Вот у нас там в од одной бригаде 600 отказников. Така а звитки это взялось? Ну так я там почаветь питать, а там мейт-шники сидят там, ну еще кто-нибудь. Ну, им вручили повестку, за то они пошли на фронт. И это тоже вопрос, которое у нас начинает набирать обратно, но вместе с тем, как бы ни было, у нас президент заявил, у нас сейчас 700 тысяч людей фактически воюют, то есть это сукупно, это все там прикордонники, нацгвардия, армия и так далее, но это просто колоссальная количество, вы должны понимать, что вся армия России складывает 1 миллион, а наша армия сегодня складывает 700 тысяч, то есть это просто огромное количество. Но нам бракует БТР, на которых их посадить, арти, яку им нужно раздать, гранатомет, яку им нужно раздать, этого нам не хватает. И если только это вопрос будет закрыто, я думаю, что война пойдет в совсем другом направлении.